Во всех западных СМИ жуткие кадры умирающих детей в Сирии, умирающих, как утверждается, от военных отравляющих веществ. В этом преступлении обвиняют власти Сирии. Доказательств нет. Тем не менее, американцы нанесли массированный ракетный удар по сирийской авиабазе. Уничтожено пять самолетов. Несколько соображений по этому поводу. Первое. Зачем Асаду использовать химическое оружие? Даже если его считать полным негодяем, кровавым тираном, что, конечно, не так. Но ум-то у него есть. Зачем же так подставляться? Когда инициатива на стороне правительственных войск, когда боевиков оттеснили от Дамаска, когда взят Алеппо. Второе. Разве у Асада есть химическое оружие? Я напомню. Когда Асада первый раз обвинили в использовании отравляющих веществ, а это было еще в начале гражданской войны, Россия выступила с инициативой забрать у него все химическое оружие. Американцы инициативу поддержали. Химические арсеналы сирийской армии были уничтожены. Барак Обама об этом отчитался. Присвоил себе российскую инициативу. Ладно, пусть. Главное – двигаться к миру. Специальное подразделение ООН получило Нобелевскую премию мира за уничтожение химоружия в Сирии. Все признали, что у Асада больше нет такого оружия. И вот теперь его опять обвиняют. Получается, Обама соврал. Нобелевскую премию мира вручили зря. Третье – есть доказанные факты. В освобожденном Алеппо был обнаружен цех, где террористы производили химическое оружие. Это факт. Ранее при штурме Алеппо в октябре боевики использовали химическое оружие. Это задокументированный факт. Об этом забыли? Я напомню еще одну историю. 2015 года. Организация «Шведские врачи за права человека» расследовала обвинения против правительства Сирии в применении Зарина. Врачи пришли к выводу, что гуманитарная организация «Белые каски» в кавычках «гуманитарная». Она всегда всплывает, когда надо в чем-то обвинить Асада и сирийскую армию. Так вот, эта организация убивала детей ради реалистичных кадров. В следующем материале об этом будет подробно рассказано. Все это похоже на спецоперацию против законных властей Сирии. Никакого расследования нет. Виновные назначены сразу. Зачем нужна такая спецоперация? Американцы потеряли инициативу в Сирии. Потеряли давно. В Ираке никак не могут взять Масул. Пытаются обострить игру. Возможно, президент Трамп решил продемонстрировать свою жесткость. Во всяком случае, ситуация в Сирии осложнилась. А Сирия сейчас центральная точка мировой политики. Подробности в репортаже Евгения Баранова. Вашингтон, Ближний Восток, оружие массового уничтожения, бомбардировка. В этой последовательной схеме нет ничего нового, начиная с 2003 года, с момента вторжения американцев в Ирак. Кто не помнит, например, красные черты Барака Обамы в той же самой Сирии в 2012 году? Тогда бывший глава Белого дома предупреждал, что если режим Ассада применит отравляющий газ, США немедленно вмешаются в происходящее. Его слова прозвучали как прямое приглашение к действию, и химическое оружие было незамедлительно применено в пригороде Дамаска. А ответственность за использование отравляющих веществ взвалили на Ассада, так и не предоставив никаких доказательств. В частности, нервно-паралитический газ в Зарим. Наше расследование показывает, что он был использован оппонентами сирийских властей, повстанцами. И у нас вообще нет доказательств того, что сирийское правительство использовало химическое оружие. Тогда Обама, поняв, что его подставляют, на удар так и не отважился. Зато Трамп обошелся без предупреждений, словно только того и ждал, когда же в Сирии снова запахнет газом. В ночь на пятницу десятки крылатых ракет, выпущенных с американских эсминцев у берегов Сирии, обрушились на сирийскую авиабазу «Шайрат», с которой якобы правительственная авиация 4 апреля произвела химическую атаку на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В отличие от лидеров западных держав, поспешивших выразить поддержку жестким действиям Вашингтона против кровопийцы, Ассада, многие эксперты на Западе уверены в том, что сирийские власти не имеют к истории с химической атакой никакого отношения. Ровно два года назад, в 2015-м, когда на Дамаск в прошлый раз посыпались обвинения в использовании Зарина, шведские врачи, проанализировав видео с места событий, доказали, что все это ужасная инсценировка. Для правдоподобности которой в кадре убивали детей, накачанных наркотиками, а их мучения пытались выдать за симптомы отравления Зариной. После изучения видеоматериала я обнаружил, что меры, принятые в отношении этих детей, которые выглядят безжизненными, являются странными, немедицинскими и даже контрпродуктивными с точки зрения спасения жизни детей. В этот раз немецкий профессор Гюнтер Майер, возглавляющий в Германии Центр по исследованию арабского мира, в интервью Deutsche Welle заявил, что провокации, которые не вполне удавались при Обаме, при Трампе сработали на все сто. Такая газовая атака может быть выгодна только вооруженным оппозиционным группам. Они прижаты к стенке, у них фактически нет никаких шансов дать военный отпор режиму. И как показывает недавняя реакция президента США Трампа, такие акции позволяют им вновь заручиться поддержкой противников Асада. Европейские столицы действительно охватило невероятное воодушевление. Широким жестом Трамп в одночасье снял огромное напряжение, сковывавшее Лондон, Берлин и Париж все последние месяцы после его избрания президента. Отныне, по крайней мере на сирийском направлении, все будет как в старые добрые времена. Асада долой, Россия виновата, а Запад един. Правда, столь неожиданная напористость Трампа всех удивила, но удивила, судя по всему, приятно. Мы не были приглашены к участию в этом. Это не часть коалиции. Мы входим в коалицию с Соединенными Штатами, вместе боремся с террористами ИГИЛ в Ираке и Сирии. Но Соединенные Штаты ясно дали понять, что это операция Соединенных Штатов. Но я должен подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем ее. Действительно, Трамп, в отличие от своих предшественников, на этот раз решил ни с кем не делить сомнительные лавры метателя томогавков. Союзникам США по коалиции в этой рискованной затее была отведена лишь роль зрителей. И, судя по всему, в данном конкретном случае эта роль многих вполне устраивает. Одно дело приветствовать столь впечатляющие доказательства возвращения Трампа к западным ценностям, совсем другое – разделить с ним реальные риски, связанные с участием в авантюре, одновременно затрагивающие интересы России, Китая и Ирана. Скажем, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйн уже заявила, что Бундесвер не будет принимать участие в атаках на сирийских военных в случае их повторения. В первую очередь это имело символический характер. Если бы они хотели сейчас заняться целенаправленно свержением массы, то, наверное, были бы другие удары, другие цели для этих ударов и так далее. Я думаю, что, конечно же, в большей степени это ориентировано на телевизионную картинку. Тут надо понимать, Трамп – это шоумен с многолетним стажем. Это человек, который вел реалити-шоу. И он мыслит на самом деле телевизионной картинкой. И он сейчас создал в себе телевизионную картинку, которая, в общем-то, работает на его имидж. Если это устрашающее шоу не сработало, то только в самих штатах. Ведь реальная результативность такой масштабной операции оказалась близкой к нулю. Из 59 выпущенных томогатков до цели долетело меньше половины. И это при том, что сирийские системы ПВО далеки от совершенства. По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело 23 ракеты. Место падения оставшихся 36-ти крылатых ракет неизвестно. Судя по последним данным из Сирии, уже через сутки после окончания бомбардировки с авиабазы «Шайрат», якобы уничтоженной американцами, начались первые боевые вылеты сирийской авиации. И это после того, как на нее обрушились десятки тонн взрывчатки. При внимательном анализе деталей, обстоятельств, создается впечатление, что, в общем-то, Соединенные Штаты не в военном плане, не собирались наносить какого-либо серьезного ущерба какому-либо важному объекту военной инфраструктуры в Сирии. Ракеты были начинены контейнерными бомбами, а не осколочными фугасными. Они по определению не могли причинить большого вреда взлетно-посадочной полосе. Это противопехотное оружие. Стрелять им таким образом, тем более дорогостоящими томагавками, занятие очень странное. Создается впечатление, что это либо был просто непродуманная акция, неправильно осуществленная акция, либо изначально это все-таки была попытка игры, спектакля. По словам эксперта, эсминцы, с которых был нанесен удар, устроены так, что перезарядить их в море не представляется возможным. Стреляли буквально тем, что было. Тем, что было загружено в них в порту за несколько месяцев до нынешних событий. Тогда, когда другими были потенциальные цели нанесения ударов, да и хозяин Белого дома был другой. Для любого специалиста понятно, что решение по нанесению ракетного удара по Сирии было принято в Вашингтоне задолго до событий в населенном пункте Хан-Шейхун. Послуживших только формальным поводом, а демонстрация военной силы продиктована исключительно внутриполитическими причинами. Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил. Юридически российские комплексы ПВО, размещенные в Сирии для прикрытия нашей военной инфраструктуры, не могут вмешиваться в случае нападения на Сирию третьей стороны, если это нападение непосредственно не угрожает нашим военным. А американцы в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями предупредили Москву о нанесении удара. Однако ничто теперь не мешает нам усиливать сирийскую систему противовоздушной обороны настолько, насколько это будет необходимо для того, чтобы Трамп в следующий раз избрал другой способ для решения своих внутренних проблем. И ни для кого не секрет, что новому президенту Соединенных Штатов не просто даются первые месяцы пребывания у власти, именно потому, что различные политические институты в самих Соединенных Штатах максимально противодействуют работе новой администрации. Но одно бесспорно, такое самоутверждение за счет абсолютно алогичных, непродуманных и бессмысленных с точки зрения борьбы с международным терроризмом мер опасно. Опасно, потому что идет как раз в разрез борьбы, коллективной борьбы с международным терроризмом, с этой глобальной угрозой современности. Рано или поздно, и это будет обязательно, осознание о пагубности подобных шагов и подобной стратегии, конечно, придет. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше, а не позже. Вчера еще один шоумен, министр иностранных дел Англии Борис Джонсон, демонстративно отказался от запланированного визита в Россию, заявив, что коллективную позицию Запада по сирийской проблеме в Москве озвучит госсекретарь США Тилерсон, прилетающий в российскую столицу на следующей неделе. Одновременно в западную прессу была вброшена информация о том, что сам Джонсон тем временем займется сколачиванием коалиции партнеров по Большой Семерке, целью которой якобы станет отстранение Ассада от власти и вытеснение России из Сирии. Насколько сам госсекретарь Тилерсон и его босс в Белом доме разделяют бурное воодушевление своих европейских коллег, мы вскоре узнаем. Однако для того, чтобы никто не испытывал необоснованных иллюзий, Россия с 8 утра вчерашнего дня приостановила действие Меморандума о безопасности полетов в Сирии, подписанного США еще в 2015 году. С этого момента американцы, планируя любые силовые акции в этой стране, вынуждены будут учитывать, что в отсутствии горячей линии связи русские могут воспринять эти действия как угрозу себе, со всеми вытекающими последствиями. Евгений Баранов, Надежда Каширская, Андрей Маслихов. Воскресное время.